Ребята, всем привет! Вы на канале Бабушка Шо Шо Игры, и сегодня мы играем в ролевую игру. Называется она Действия в чрезвычайных ситуациях. В этой игре можно устраиваться на разные работы. Сейчас я взяла свою машину и отправлюсь устраиваться на свое первое рабочее место. А какое оно будет, сейчас узнаете. Мне главное научиться машину водить. Вы же знаете, что я водитель не очень хороший. Тем более здесь очень реалистичное вождение машины. Ребята, тут даже можно включать поворотники. О, я выехала на дорогу, еду-еду, правда на красный свет светофора, это очень плохо. Ехала-ехала и к ночи приехала. Сейчас я пойду на работу. Так, припарковываемся. Как будто бы какой-то фильм ужасов. Полиция приехала. А все потому, что мы подъехали к больнице скорой помощи. Нет, не волнуйтесь, со мной все в порядке. Я спешу в больницу не потому, что мне нужна помощь, а потому, что эту помощь сегодня буду оказывать я. Вот здесь я начну работу. Итак, заходим в кружок. Нам говорят, что за исполненную работу мы будем получать денюжки. Я сегодня доктор. Смотрите, какой у меня костюмчик. И вот первый пациент. А, это полицейский подъехал. Именно ему и требуется помощь. Давайте проверим у него температуру. Так, проверим у него пульс, проверим у него давление. Так, мне нужно все записать. И вообще, ложитесь. Давайте ложитесь, мне нужно вас осмотреть. Но, знаете, температура у вас немножко повышенная. Я думаю, что вы у нас полежите, полечитесь дня 3-4. И поставим вас на ноги. Так, температура, да, еще раз я проверила. Температура повышенная. Так, сейчас я по вам похожу. Давайте подышите, я вас послушаю. Сейчас все запишу в вашу карточку медицинскую. Так, ну куда же вы встали? Куда же вы встали, больной? Ну-ка, ложитесь. Мне все равно, что вы полицейский. Я тут главная, я тут врач. Вы в больнице. Все, лежать. Вот такие пациенты непослушные. И хорошо, что мое ночное дежурство уже заканчивается. Пациентов мало, всего один. Сейчас я все запишу в карточку, чтобы следующий доктор знал, чем его лечить. Так, 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 все записала. Больного отправила в палату. И все, ребята, теперь я могу попробовать какую-то другую работу. Я прибежала на станцию пожарных. Очень нужная работа. Сегодня я буду тушить пожар. Для начала нам необходимо подключиться к радиостанции, чтобы слушать переговоры всех экстренных служб. Так, мы будем очень быстро узнавать, где случился пожар и нужна наша помощь. Так, какой костюмчик выбрать? Вот этот или беленький? Так, давайте примерим. Тут, кстати, можно выбирать, что вы хотите надеть, что вы хотите взять в руки. Очень классно. Так, я беру вот это, беру вот это. Вот такой я пожарный, ребята. Мне кажется, я очень красивенько выгляжу. Давайте теперь возьмем нашу пожарную машину. Где она? О, какая классная! Давайте не будем терять время и сразу отправимся на улицы города. Такую большую машину я еще не водила. Надо приспособиться. Ну, вроде бы у меня неплохо получается, ребята. Смотрите, правда? Оп! Вот только похвасталась, так сразу врезалась в фонарь. Да что такое? А у нас, между прочим, вызов. Где-то пожар. Люди нажали тревожную кнопочку, поэтому нужно торопиться, а то у них там все сгорит. Так, я вижу полиция. Вот на карте можно, кстати, найти это место. Нам нужно именно туда, где желтый восклицательный знак. И, о, счастье, мы рядом оказались. Так, дыма не видно, огня не видно. Хм, странно. Но говорят, что там нужны пожарные. Полиция подъехала. Ладно, ребята, давайте посмотрим. Но внутри все в порядке. Это ювелирный магазин. Здесь нет никакого пожара. Так, это вы сделали ложный вызов? Ну-ка, получайте, получайте. Немножко вам водички холодненькой. Не будете так шутить. Хотя, знаете, это оказался не работник магазина. Это был работник дорожной службы. Эх, простите меня. Ну да ладно, это даже хорошо, что здесь никто не пострадал. И никакого пожара не случилось. Но на следующем вызове может оказаться все по-другому. Мы отправляемся дальше. И ночью у нас опять случился вызов. Вызов пожарных. Я тороплюсь, я спешу. С огнем шутки плохи. Каждая секундочка дорога. Итак, вот желтый восклицательный знак. Это значит, что проблема там. Смотрите, сколько полиции приехало. Я, как обычно, врезалась в фонарь. Ну да, что поделать, тороплюсь, как могу. Еду, еду, еду. Честно говоря, я думала, что приехала. Но нет, смотрите, восклицательный знак где-то вправо. Нужно искать, искать этот адрес. И, о господи, с меня списали 758 долларов за налоги. Вот так вот работаешь, зарабатываешь, а с тебя налоги списывают. Все как в настоящей жизни. Я еду просто в какой-то темный лес, ребята. В темный, темный лес на спасение людей. Куда еду, не знаю. Вот такая у меня сложная сегодня работа. Опасная. Пробираюсь, пробираюсь. А, смотрите, какой пожар большой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тут, конечно, нужен не один пожарный. Тут должно быть их много. Но приехала милиция, приехала скорая помощь. И хорошо, что есть еще один пожарный. Сейчас мы вдвоем, вдвоем, даже втроем. Нас уже трое. Это очень хорошо, потому что пожар очень большой, ребята. Видите, весь дом горит. Сейчас мы втроем все потушим. Так, ребята, вы внутри аккуратно, а я снаружи все пролью. Все тут потушило. Смотрите, смотрите, какой огромный пожар. Ну, мы его уже практически победили. Так, так, здесь лью. А, вижу, там еще окно горит. Так, так, давай, 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 туши, туши. Все, мы справились. Ну, еще какой-то дымочек тут идет. Давайте еще тут польем. Все, с этим пожаром мы справились. Теперь работу передаем полицейским и скорой помощи. А мы свою работу выполнили и отправляемся на следующую. Сейчас я надену костюм работника дорожной службы. Посмотрим, чем будет заниматься он. Вот такой у меня костюмчик. Каска, жилеточка, чтобы все меня видели. И знак. Знак стоп. Я что, буду машину останавливать? Хм, интересно. Ну, вообще-то да. Если на дороге какая-то яма, какие-то работы идут, то машины нужно кому-то останавливать. Вот я и буду этим заниматься. У меня такой знак интересный. Видите, двухсторонний. С одной стороны написано стоп, а с другой стороны написано помедленнее. Проезжайте, но помедленнее. Итак, мне нужно посидеть за компьютером, посмотреть, где какие проблемы на дороге. И взять свою машину. Конечно, у меня должна быть машина. Вот как раз эта кнопочка. И отправиться на дороге. Проверять все, хорошие ли дороги, нету ли я. Нужна ли где помощь. Классная такая желтая машина у меня. Все меня видят. Поехали. Так, город, город. Так, люки тут закрыты. Очень хорошо. Дороги классные. Так, а здесь что происходит? Что случилось? Так много машин. Шериф приехал. Мирный житель здесь. Еще какая-то полиция. Ребята, что у вас случилось? Вы почему разговариваете на дороге? Дороги должны быть свободны для машин. Ну-ка, идите на тротуар. Идите на тротуар. А от вас, шериф, я вообще такого не ожидала, что вы будете нарушать правила. Так, нужно всех предупредить, что здесь стоят машины на дороге. Я всем показываю знак. Езжайте медленно, медленно. Так, машины тут вроде бы нет. Вот, желтенькая. Медленно, ребята, езжайте медленно. Ой, да что я такое говорю? Это же моя машина. Своей собственной машине показываю знак медленно. Нет, нужно перевернуть и показывать. Стоп. Эй, ребята, если кто-то тут будет ехать, всем остановиться. Потому что здесь какое-то сумасшедшее на большой машине вытворяет что-то непонятное. Так, всем стоп. Ребята, всем машинам остановиться. Я работаю в департаменте дорожной службы. Я отвечаю за эти дороги. Так, остановитесь. Водитель, остановитесь. Почему-то никто меня не слушает. Да что это такое? Ну да ладно, поеду проверять дороги дальше. Ой, какая нервная работа. Никто тебя не слушает, все занимаются своими делами. Что? Это что такое? Смотрите, полицейский, полицейский меня будет атаковать пистолетом. Вы что, серьезно? Я работник дорожной службы полиции. Ты почему на меня нападаешь? Ты вообще настоящий полицейский или нет? Ребята, что он делает, что он делает? Так, надо уезжать, надо отсюда уезжать. Я сдаю задом, потому что я его боюсь. Что это за опасная работа такая? Я не думала, что сегодня так будет опасно. Так, так, уезжаем. Смотрите, он за мной гонится с пистолетом. Так, я поворачиваю. Ой-ой-ой, вот это страшненько. Вот это нервно. Так, ребята, смотрите, у меня опять списали налоги. 875 долларов. И денежки мои уменьшились. Ой, такой сегодня нервный день был. Надо отдохнуть. Вот есть домик, сейчас пойду отдохну. Ох, ой, немножко я неправильно припарковалась. Ну да ладно, я так устала сегодня, ребята. Просто ног не чувствую. Сейчас полежу немножко, отдохну. Хотя, чего я легла на землю? Я же к дому подъехала. Там наверняка есть какая-нибудь удобненькая кроватка. Ой, ну я так устала, так устала. И так напугалась этого полицейского. Смотрите, дом, оказывается, сдается в аренду. Один час 700 долларов. Ну и цены. Работаешь, работаешь, зарабатываешь, зарабатываешь. А потом хоп, и все денежки отдай за домик. Смотрите, здесь какая кухня. Все очень комфортно. Так, здесь у нас что? Спальня на два человека. Но у меня гостей сегодня не будет, потому что я очень устал. Что? Опять налоги списали? Ребята, да что такое? Налоги списывают и списывают. Я не успеваю зарабатывать. О, вот это будет моя комната. Здесь я буду спать. Вот так вот лягу и просплю все время. Хе-хе-хе. Да, друзья, на работу ходить очень сложно. Сегодня я поработала доктором. Я побывала пожарным и работником дорожной службы. Но здесь еще есть и другие профессии. Ребята, можно быть фермером, можно быть полицейским, можно быть шерифом. Так что обязательно заходите в эту игру и поиграйте. Ссылку на нее я оставлю в описании к видео. Не забудьте поставить жирненький лайк для бабушки Шушо и подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok